Проверку Верхнелоосского сельского округа глава города начал с улицы Енисейская. И сразу серьезное нарушение. Оказалось, что на земле рекреационного назначения развернулась металлобаза. Ее работа наносит ущерб экологии, а большегрузы, которые постоянно курсируют по поселку, разбивают недавно отремонтированную дорогу. Они пользуются землей, которая предназначена для рекреационных целей. А здесь база. Теперь в этом деле будет разбираться полиция. Помощь силовых структур потребовалась и для решения самого болезненного вопроса – сброс нечистот в реку и море. Мимо этого барака на декабре 174 постоянно текут сточные воды из коттеджей, расположенных наверху. И хотя эти дома благоустроены, здесь не проложены канализационные трубы. В поисках источника нечистот комиссия во главе с мэром поднимается выше по улице. Здесь сразу несколько частных домов, в которых, по заверению хозяев, стоят септики. Но абсолютно очевидно, объем недостаточен. Ведь летом население этих домов, которые по факту являются частными гостиницами, увеличивается в десятки раз. Канализацию мы уже провели, но договор с Аквалао еще не заключили. Так вы не заключите, потому что у них некуда принимать уже? Как? Мы построили целые трубы, помимо того, что имеем очистные сооружения автономные. Составляйте протоколы, как положено. Когда они получат договор, когда их проверят, проверят наши... Вот сейчас приедут специалисты в это столько, и в буквальном смысле слова составляете протоколы на нарушение экологической ситуации. Вы от вони скоро сдохнете. Посмотрите, как воняет. Борьба со сбросом нечистот ведется уже давно. Отсутствие же результата здесь возмутило мэра. Глава Лазаревского района и Верхнелоосского сельского округа остались на месте решать проблему. Теперь сбрасывать сточные воды эти дома точно не смогут. В тот же день их отключили от водоснабжения. Обсуждение этого вопроса продолжилось и на встрече с жителями Верхнеармянского ЛАО. Если вверху у вас где-то есть сегодня проблемы, и вы знаете, что каким-то образом сбрасывают нечестно, надо принять меры, потому что мы доберемся и сюда. Сейчас, конечно, нужно разобраться с теми, кто в море сбрасывает, но если по рекам сбрасываете и вы, то надо просто понять, что это надо прекратить. Потому что, повторяю, это преступление против человечества. Жители согласны и будут исправлять ситуацию. Еще одно правонарушение, распространенное среди жителей Верхнелоосского сельского округа, злостное уклонение от уплаты налогов. Суммарный долг только по местным налогам, а это земельный, транспортный и имущественный, более 11 миллионов рублей. Каждый год занимаемся этими налогами, именно должниками. Мы сами лично, квартальные у нас, каждый двор ходит, со всеми бумажками, этими квитанциями. На это начальник налоговой инспекции ответил, что неточности бывают и посоветовал по всем спорным вопросам обращаться в налоговую инспекцию. Это просто злостный. Я назвал самых злостных плательщиков. Селян призвали повлиять на своих соседей-неплательщиков, ведь пользоваться благами города хотят все без исключения. Так, сельский дом культуры, в котором проходила встреча жителей села с мэром, был полностью отремонтирован и приобретено для него оборудование на общую сумму около 3 миллионов рублей. Кроме того, в селе было организовано уличное освещение, отремонтированы дороги и тротуары. Дальнейшие работы в сельском округе возможны только при условии, если все выявленные недостатки будут исправлены общими усилиями. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.